Вот она моя лодочка Чапараль 310. Сделаем сейчас небольшой обзор по ней. 31 фут. Это 10,5 метров у нее практически. Это длина габаритная. Длина бисквинолина 9,45. Ширина этой лодки за 3 метра. Порядка 3,3. Для сравнения можно посмотреть лодочку справа. У нее ширина 2,5. Классический трейлерный вариант. Лодок, который еще можно по дорогам общего пользования передвигать без спецразрешения. Эту лодку уже на трейлере без спецразрешения не повезешь. А спецразрешение в России, как известно, это непросто. Поэтому у моей лодки телеги нет. Когда я стою на зимовку, как правило, есть кельблоки в яхт-клубе. На них и встаю. Сейчас лодка открытая, есть ли у нее. Вот этот вид мы имеем из кормовой каюты. Кормовая каюта. Это подвальчик размером почти 2,50 на 2, наверное. Здесь очень льготно спят двойцы. Досстаточно уютная кухня, в которой есть все необходимое. Есть микроволновка. Есть плита электрическая, которая работает от генератора или от бортового питания. Есть объемный холодильник. Шкаф и полочки. Вот этот вот диванчик, который тоже раскладывается в спальное место. Вот, собственно, другой вид, валяясь на кровати. Тут есть шторки, которые закрывают обе каюты. Я сегодня их сняла, отнесу в стирку. Лежанка здесь вполне себе масштабненькая. Вот мой рост метр восемьдесят. И ноги мои еще не касаются. Вдвоем здесь комфортно спится. Но, конечно же, в подвальчике места на порядок больше. Гальюн. Гальюн электрический. Работает по принципу, как в самолете. С вакуумом давление и нечистоты все сбрасываются. Здесь же, соответственно, душ. Все необходимое, тушитожим в самом зле. Это у нас такой здесь вид сноса. Несмотря на 2004 год, эта лодка выглядит достаточно современно. Морально она не устарела. Выглядит элегантно, стремительно. И вызывает всегда восхищенные взгляды в акватории.